Ливневые потоки в октябре, штормовая погода нанесли ущерб не только городским улицам и домам, но и пляжам. Городская администрация призвала предпринимателей, арендаторов пляжных территорий, привести прибрежную зону в порядок. Даже если сейчас у нас идет межсезонье, у нас всегда есть отдыхающие, они всегда приходят на наши пляжи, они хотят видеть красивые, чистые территории, красивое море. Они приходят, кормят птиц, они любуются. Но то, что они видят на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, это, конечно, приводило в ужас. Они, конечно, делают большое, великое дело, они несут здоровье людям, они делают благо, но, однако, следить за чистотой и порядком обязаны во всех отношениях. Но не все предприниматели откликнулись. На пляже санатория «Жемчужина» до сих пор грязно. Быстро справились с последствиями непогоды сотрудники предприятия «Объединение курортных услуг». За несколько дней все убрали. Я сегодня объезжала территорию, однозначно, это у нас МОП АКУ. У них просто, можно сказать, на сегодняшний день приближенно к идеальному. Пляжи в хорошем санитарном состоянии. Водоросли убраны, нет мусора. Совсем недавно центральный пляж представлял собой печальное зрелище. Водоросли, выброшенные на берег доски, мусор. Сегодня интенсивно ведется уборка и мусор почти убран. Выход к морю очистили, привели в порядок. На городской пляж завезли свежий песок и засыпали размытые участки. Комфорт оценили гости Анапы. Олеся Шевелева приехала отдохнуть. Плюс 18 солнечно. Идеальные условия для прогулки у моря. Экзотика для приезжих – возможность покормить диких уток и лебедей. Я впервые здесь. Но я думаю, это не последний раз. Мне нравится Анапа. Она красивый город, уютный. Классное море, отличное. Красивые места, очень красивые парки. Очень много здесь красивого, правда, на самом деле. Следить за территориями пляжей – прямая обязанность каждого арендатора. Чистые пляжи приносят не только хороший доход. Чистота пляжей, чистота репутаций и совести арендаторов. Нерадивых предпринимателей, запустивших пляжную зону, ждут решительные меры. Если нас кто-то не услышит и не откликнутся наши просьбы, чтобы убрать грязь, то мы будем расторгать договора в одностороннем порядке, будем подавать исковые заявления в суд. Территорию передадут ответственным и хозяйственным собственникам средств размещения, выполняющим все требования санитарных правил, чтобы курорт оставался ухоженным и радовал гостей уютом и красотой.